Вот такой букет моей бабушки, как говорится. Ай, Максик, зевка. Ну давай, ложись и спите вместе. Ой, 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 ой. Любовь, морковь. Эй, морковка, зизюлька. Зизюлик, жужулик. Ага, Максик, как папочка, стал сразу функцию свою отеческую выполнять. Этому пофиг, лежит, дрыхнет. А тарахтит как? Жужулик? Ой, ой, ой. Вот интересно, да? Да, у котов, как мозга устроена. Купила я этот лежак еще когда Максик маленький был. Это 16-17 год, наверное. Практически он в нем не лежал, им не пользовался. Он пыльный, где-то валялся. Достала, на балконе хозяйственном положила. Ни Макс, ни Милли. Вообще плевать на него не хотели. Не лежали в нем, не спали, ничего. Как с балкона этот лежак я выстирала, притащила в спальню, положила здесь на стол. Все трое мгновенно проявили самый яркий интерес. Вот чем это объяснить, непонятно. Всем привет! У меня немножко сегодня такой заспанный вид, помятый местами. Всю ночь коты мне спать не давали, прыгали по нам, дрались, бегали, мявкали. В общем, это была, конечно, еще та история. Котовасия в прямом смысле слова. У нас сегодня достаточно пасмурно, но, в принципе, вообще не холодно. Вон я. Худи, джинсовая курточка и, в принципе, мне более чем достаточно. Где-то сейчас 15-16 градусов. Главное, чтобы дождь не пошел. Иду коммуналку оплачивать, и потом по делам кое-каким. И почему я вам, в принципе, сейчас записываю? У меня такая хорошая новость. Всем, кто столько времени хотел ко мне записаться на нейрографическое обучение, такая новость для вас. Значит, поскольку на коуча финансово сейчас я не могу обучаться, это очень дорогое удовольствие. Я вчера поковырялась и на официальном сайте школы Метамодерна. И, в принципе, я это знала, но как бы подзабыла и как бы в моей памяти освежилась. Идея, что, в принципе, если люди хотят у меня обучиться нейрографике исключительно для своего пользования, чтобы улучшать свою жизнь, какие-то моменты в ней решать и так далее, есть понятие курс-специалист. Специалист отличается от коуча тем, что он всё тоже может о нейрографике рассказывать, обучать, представлять. Просто единственное, специалист не выдаёт сертификаты. То есть ты обучаешься нейрографике, но лично только для себя. Вот. И всем тем желающим, кто, в принципе, хотят со мной поработать, а я, в принципе, человек, который нейрографику на себе испробовала, причём в самых экстремальных ситуациях в своей жизни, в принципе, welcome. Буквально на днях, вот эти два-три дня, я оплачиваю курс-специалист. Через энное время, и это не так долго будет, я уже, причём там набор уже ведётся, я очень выгодно зашла на эту страничку и очень вовремя нашла эту информацию. Так, подождите, давайте я аккуратненько перейду, а то я сейчас под что-нибудь попаду. В общем, так что вот вам пища для размышлений. Буду специалистам. А уже потом, когда со временем финансово более окрепну, может быть, на коуча пойду, если мне это будет нужно. Хотя, в принципе, в первую очередь людям не бумажка нужна, сертификат какой-то, а реально получить знания, которые будут в жизни работать, будут приносить пользу. Мне нужны были обучения с сертификатами именно для того, чтобы иметь возможность идти как специалист дальше. Но во всех остальных случаях людям нейрографика нужна лично для улучшения их собственной жизни. Вот. Так что вот такая вот вам инфа. Я очень обрадовалась. Я такая в приподнятом настроении. Хожу уже второй день, потому что я, в принципе, ещё с начала этого года, когда я прописывала свои резолюции на 2023 год, я постоянно про нейрографику писала, я постоянно визуализировала и рисовала на это тоже, что мне нужно в этом деле реально серьёзно продвинуться. И почему бы и нет сделать это своей третьей профессией фактически и чувствовать себя ещё более полноценным, раскрученным человеком. Так что, как только я закончу обучение на курсе специалист, я сразу же дам вам знать. И всё. Можете ко мне записываться на обучение. Поделюсь с вами всем, что знаю, всем, что реально работает у меня. Перепрошьёте свои мозги, какие-то моменты в своей жизни. Вот, смотрите, здесь у нас уже новогодний городок устанавливают, ярмарку, ну, как и всегда, ежегодную. Конечно, она здесь в таком стиле техно, не очень-то мне нравится, но всё равно какой-то дух такой праздничный придаёт. У нас ещё, как видите, зелена. Ещё совсем-совсем не, на осень не похоже. Вот, так красиво. И почта недалеко. Хочу сегодня максимально походить. Туров у меня уже на ежедневной основе нету. Всё-таки сезон не самый популярный, и поэтому есть время уже для себя любимой. Ну вот, у меня два урока осталось, чтобы закончить свой курс моделирования. И, в общем-то, усё. Ой, люблю я этот скверик. Такой уютный. Ну, конечно, жалко, что у нас 31 октября все фонтанчики, водоёмчики выключаются, сезонное отключение. Но вот эти цветочки красивые продают. Ну, тем не менее. На зелень чем дольше, тем приятнее смотреть. Уж согласитесь. Вот, сейчас покажу нашу почту. Это, конечно, кошмарное здание 70-х годов. Начало 70-х. Вон, коробка страшная. За квартиру заплатила. Сейчас у меня, в принципе, час есть. Я с одним человеком должна по делу встретиться. Он немножко далековато живёт. Решила не возвращаться домой. Чтобы как-то вот бездельничать, на диване валяться. Пока суть до дела. Решила пешком туда пойти. А это, ну, километров 6 уж точно. Решила пойти через каскад. Там можно немножко более длинной дорогой. Но она очень шумная. Я решила через вот эти вот ступеньки каскада... Сейчас на эскалаторе поднимусь наверх, чтобы слишком себя не изматывать. Давайте я дорогу быстренько перейду. Ну, придурок не затормозил. Хотя там пешеходная полоса. Он обязан был приостановиться. Вот. И да, что я хотела рассказать. Только что стою на светофоре. И тут вижу просто до слёз доводящую, трогательнейшую сценку. Стоит пожилая. Ну, так уже понятно было. Потом я по словам поняла, долетающим до меня, что это учительница. Ну, женщине, наверное, ну, 70 уж точно. Под 70 уж точно будет. Видит, такая скрюченная, иссохшаяся вся, видно, измученная женщина. Ой. К ней подбежали мальчишки, видимо, бывшие ученики. Ну, подростки такие. Слушайте, вы бы видели, как они её обнимали и целовали. Я такое видела впервые. Чтобы дети по собственной инициативе так разлетелись к бывшему преподавателю. Ну, судя по тому, как они её обнимали, видно было, что она давно им уже не преподает. Может, даже из школы ушла. Ой, мамочки. Что значит, давно я не делала никаких кардио-тренировок. Чуть не помёрла. Пока поднялась сюда, наверх каскада. Ох. Стелла во всей красе. И вот там вдали, видите, такие интересные друг против друга стоящие высотки. Вот мне надо прямо по вот этому вот проспекту Азатутюн, то есть Свобода, пройти туда. И, собственно, мне кажется, что через час я как раз буду на месте назначения. Всё-таки правильно говорят, что если ты ставишь себе цель и уже видишь её исполненной, а можно сказать, что вот последний особенно год, что я так усиленно нейрографикой занимаюсь, я прямо очень ярко, явственно видела себя, занимающейся этим делом уже на таком серьёзном уровне. Что-то зарожка у меня торчит непонятная. И видела, как мне пишут, обращаются ко мне, как у меня ученическая база появляется. И, короче, оно как бы реализовалось. И поэтому действительно вот что ты на своей коже, прямо на теле своём, на телесном уровне, что ты себе представишь, оно и сбудется. Просто надо очень разумно подходить к своим желаниям и тщательно до мелочей обдумывать, то ли это самое, что тебе нужно. Чтобы не было так, что желание исполнилось, а ты его уже как бы и не ждёшь, и не хочешь. У нас, кстати, разгулялась погода, небо уже местами открылось. Голубое стало жарко, жутко. Я вот в этом ходе чувствую, иду и умираю просто. Вот там вот справа от меня вход в парк Победы. В дальнейшем шагомер покажет, сколько я прошагаю до пункта назначения. Мне нужен, кто в Ереване живёт, знает, как далеко я иду. Мне нужен рынок на Комитасе. Сейчас я вам покажу очень красивую аллейку с тополями. Веду съёмку вертикально, потому что именно эффект вот этих высоких деревьев, тополей, и вот именно эта длина аллеи, она лучше всего, конечно, вертикально воспринимается. Тут уже, конечно, краски осени красиво очень видны. Вон небо уже чистое. И платаны справа. Я очень люблю этот отрезок этой дороги. Очень уж он живописный. Пока что дорога идёт, в общем-то, ровно, но скоро она пойдёт резко вверх. Такое ереванское Сан-Франциско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фактически я себя недооценила. Я сюда пришла даже на полчаса раньше. Я думала, не успею. Тут новая эта церковь. Здесь строительные леса. Не знаю, на солнце снимаю, плохо видно. А вот здесь раньше, в глубоко советский период, был такой прудик искусственный, симпатичный очень. О, со временем всё высохло, заросло. И там уже вообще котлован вырыли. В общем, я видела фотографию, хроники. Там детишки купались летом. В общем, такое вот было место. А мне вот в ту сторону, где вот там на фоне белое здание. И немножко дальше от него. В общем-то, я дошла. Могу уже не бежать, потому что у меня было ощущение, что я попала в Сан-Франциско. И сейчас просто подохну. Потому что почти по вертикали шла. Сейчас уже дорога выпрямилась. У меня через такой достаточно противный обветшалый подземный проход надо будет перейти на ту сторону. Сан-Франциско Максик. 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 Ты мой золотой, мой мальчик. Мой разумный мальчик. Красивый. Ты красивый. Ты ты ротик такой смешной. Маму поцеловал, да? Ты маму любишь? Да, кусь маму. Маму любит. Ой, иди, где морда? Ты услышала? Ты услышала, мордочка? Ой, иди, где мордочка?